Сэм Энвой. Когда вы перестанете хвалить и выгораживать Трампа. Дорогой Сэм. Видимо, Саша. Когда-то. Вот абсолютно параллельно с вашим этим призывом я получил от своей приятельницы Гули в публичном обсуждении сообщение о том, что надо перестать поддерживать демократов против Трампа. Продолжается очень серьезное противостояние двух политических групп больших демократов и республиканцев. Демократы, поддержанные некоторыми популярными средствами массовой информации в Соединенных Штатах, продолжают уродовать Трампа. Это пропагандистская кампания. Трамп. Полтора года мы уже это слышим. Завтра будет импичмент. Позавчера выступит. Нет, не так. Послезавтра выступит. Завтра выступит Бюллер, прокурор. И послезавтра импичмент. Ну вот полтора года это и не происходит. Очень полезная для Трампа ситуация, когда демократические средства массовой информации, когда-то демократы действительно получили над ними разными способами. Большое влияние, когда были администрации президента. Финансировали их. И они сегодня, ну, отрабатывают эти деньги. Действительно уродуют Трампа. И очень полезно, что уродуют. Такая критика, которая позволяет администрации нынешнего президента быть эффективнее, осторожнее. И, слава богу, пусть продолжают уродовать. У меня нету позиции выгораживания Трампа. Это президент Соединенных Штатов, не мой президент. Я очень надеюсь, как и многие, кстати говоря, антитрамписты в российской оппозиции, что он продолжит политику неприятия антидемократического режима в России. Правда, многие антитрамписты продолжают вот эту легенду развивать о том, что Трамп на крючке у Путина. Пропагандистская, кстати говоря, одна из пропагандистских установок Кремля. Они об этом не думают почему-то, но это пропагандистская установка Кремля. Наш-то такой влиятельный, держит на крючке Трампа установка, которая усиливает позиции Путина. То есть этот мелкий хмырь, который уже почти ни на что не влияет, уже и в структуру G-консультативной только, в структуру G-8, где входит. Вот с точки зрения пропаганды это повторяется довольно часто, влияет на мировые проценты. Ну, хотя бы таким способом. Хотя бы поговорив с Трампом около туалета. Ну, милая пропагандистская установка. Я хочу, чтобы наши, так сказать, антитрамписты, демократические лидеры понимали, что они поддерживают тем самым пропагандистскую кампанию. Хотя я вижу, многие выходят из этого состояния. Антитрампистам были многие известные лидеры демократической оппозиции в России. И сегодня они, ну, перестали, выздоровели, перестали быть антитрампистами. Так же, как некоторое время назад. Ну, это было почти общим местом. Там Боровой занимается ерундой, критикуя Навального и говоря о том, что это проект кремлян. А сегодня, ну, поняли, убедились, уже не делают основную ставку в изменении ситуации в России на Алексея Навального. Понимаю, что это, ну, один из инструментов Кремля. Не самый эффективный, как оказалось, с точки зрения Кремля, даже и опасный. Поэтому сильно тормознули Алексея. И больше в пропагандистской кампании, как инфан-тирибль, так сказать, плохой мальчик, его не раскручивают. Ну, и он практически исчез из информационного пространства. Я помню, на Эхе Москвы у них такой был обзор прессы. Они говорили о том, что вот упоминаний Навального очень много. Потом перешли в стадию, что упоминаний Навального почти нет, но вот такое, такое, такое было. И теперь уже не говорят, потому что... Забывая, кстати, говорить, что это упоминание в пропагандистской прессе. Так что нет у меня никакой позиции ни за Хиллари Клинтон, ни за Трампа. Я аналитик, я анализирую, складываю еще ситуацию, восхищаюсь результатами, которых добился Дональд Трамп за очень короткий промежуток времени. И отсутствие безработицы, и улучшение, общее улучшение экономической ситуации, и увеличение ВВП, которого никто не ожидал. Очень смешно. Это объясняют антитрамписты тем, что это все условия, которые были заложены Бараком Обамой, и теперь они проявились. Но почему они не проявлялись в течение, ну, почти десятилетия, когда у власти были демократы, непонятно.